Привет, друзья! Сегодня поговорим о типах и видах велосипедной обуви, представленной в сети магазинов PULSE. Например, велосипедная обувь для шоссейного велоспорта. Ее от всех других ботинков отличает более аэродинамичный дизайн, плоская жесткая подошва. В профессиональных гоночных моделях подошва карбоновая для максимального низкого веса и максимальной эффективности педалирования. Застежки на профессиональных моделях, как правило, система BOA. На более любительских моделях застежки комбинируются BOA и липучки, либо застежки имеют конструкцию шоссейной модели с клипсами. Также липучки и клипса. Шоссейные ботинки на подошве не имеют какого-то протектора из-за его отсутствия необходимости. Очень хорошую вентиляцию. Ну, я уже сказал, максимально низкий вес. Довольно сильно от них отличаются модели для горного велосипеда. Они имеют развитые грунтозацепы. У них другая система крепления к контактным педалям. Но застежки точно так же у профессиональных моделей BOA, у более любительских липучки. И также существуют их комбинации. Ботинки эти, как правило, чуть-чуть помягче. Слегка на ощупь это почти неразличимо. Чуть-чуть потяжелее, но тоже совсем немного. Профессиональные ботинки, что там, что там, от любительских отличаются, как правило, весом, эргономикой, аэродинамикой, жесткостью. Это вот основные такие различия. Также существуют модификации женской велообуви. Они отличаются по дизайну колодки, по форме ботинка, исходя из анатомических особенностей. Также возим в ассортименте, соответственно, размеры именно дамские. И по дизайну они такие прям очень симпатичные. Модели для экстремальных дисциплин отличают более массивная подошва, которая может воспринимать более высокие ударные нагрузки. Чаще всего эти модели комплектуются шнурками и дополнительными липучками. Различные существуют системы. Как правило, система такая, что липучка прикрывает шнуровку. Модели имеют более ярко выраженную защиту щиколотки, защиту мыска и более плоскую широкую подошву. Модели для триатлона все больше набирают популярность. Они по дизайну очень схожи с моделями для шоссейного велоспорта. У них точно такая же система крепления шипов, контактных педалей. Также плоская подошва, очень аэродинамичные. Но у них застежка на другую сторону. Застегивается вовнутрь. Чаще всего застежка даже на профессиональных моделях. Именно липучка. Это связано с особенностями данного вида спорта. Ну и они, конечно, промаркированные, что не для триатлона тут тяжело ошибиться. Это профессиональные и любительские модели отличаются аэродинамикой, жесткостью, весом, немного дизайном. Вот такие вот у них отличия. Последнее время также все становится более популярны кэжуал модели, олдскульного такого дизайна. На шнурках классическая велотуфля, которая была популярна в 80-х, 70-х, ну в начале 90-х годов прошлого века. Такой классический спортивный ботинок на шнурочках, но присутствуют все современные технологии. Жесткая подошва, карбоновые вставки, продуманная аэродинамика и вентиляция. Существуют также модели велосипедной обуви, которые предназначены для туризма, для прогулочной езды, для фитнес-катания. Они очень комфортные, с дополнительной защитой. Чуть-чуть более тяжелые, но с более цепкой подошвой. Существует несколько видов. Как правило, эта модель либо на липучках, либо шнурки с липучкой. Изредка модель комплектуется клипсой. Считаются более комфортные, чем классическая велосипедная обувь. Также у нас в большом ассортименте имеются педали. Для этих ботинок они также отличаются по видам шоссейной и для маунтинбайка. Существуют педали комбинированные, где с одной стороны на педаль можно встегнуться в велообуви, а другую сторону педали можно использовать в обычных ботинках. Шоссейные педали имеют более аэродинамичную форму. Они всегда односторонние, вот такие миниатюрные, аккуратные, предназначены для высоких скоростей, для асфальтовой эксплуатации. Педали для маунтинбайка, в частности для самой распространенной дисциплины кросс-кантри. И ее различных направлений представляют из себя такую металлическую конструкцию. Это стандарт шимановский СПД, хотя производитель Велга. Педаль полностью металлическая, алюминий, сталь. Педаль предназначена для очень высоких жестких нагрузок, для моментального быстрого встегивания в любых условиях. Педаль двухсторонняя. Но существуют также различные модификации с дополнительными рамками. Комбинированные, где с одной стороны можно встегнуться, с другой стороны можно поставить ногу в обычные велообуви. Сегодня мы рассмотрели, какие существуют модели велосипедной обуви, для чего они предназначены. Также рассмотрели, какие бывают модели контактных педалей. Большой ассортимент этих изделий вы можете приобрести в сети магазинов Польс.